Дорогие друзья, мы с вами заходим на подводную лодку, дизельную. Обратите внимание, какая толщина входа до первого ската. Материал чем-то напоминает пенопласт, но не совсем он стеклотканью покрыт. И мы попадаем с вами в торпедный отсек. Вот они. На стапеле лежат торпеды. Я уже вам их показывал ранее. Здесь вы можете заметить 6 торпедных аппаратов, где может разместиться 2 человека, боевых пловца в специальной экипировке. Рядом с ним, я сейчас покажу, интересная коробочка. Здесь пожаротушение на случай возгорания. И в подводной лодке есть 3 варианта пожаротушения. Помимо огнетушителем, специальной системой, которая находится в отсеке. И есть еще одна хитрая система подачи газа на случай возгорания. Как сюда попадают торпеды? Вот на этих стапелях, которые как рельсы ездят. Сейчас я вам покажу, как они управляются. Вот электромотор и вроде как должен быть еще ручной привод. Вот это переход в другой отсек. А над ним располагается еще одна вот такая в наклон дверь, по которой и запускается сюда в наискось торпеда. Процесс погрузки очень медленный, чтобы торпеду не поцарапать. Потому что если торпеда получит какие-то повреждения, то она уже потеряет свою... Ну, как бы, может застрять в аппарате. То есть, грубо говоря, даже стать кривой. И как результат уже не пройдет. А если вы видите, вот здесь я вам покажу, она идет прямо в притирку. То есть, ее еще надо смазать, чтобы она аккуратно зашла в торпедный отсек. Под нами находится еще палуба. То есть, три палубы. И там находится третья. Это технический отсек. Я вам покажу на общей системе. Система интересная. То есть, передача информации. То есть, здесь аппарат ТА-11. Здесь идет общая связь. То есть, ТА-11 я вам чуть попозже покажу, как работает. То есть, вот он. Раз, два, три. То есть, стандартная радиостанция. Как на радиостанции, да, базовая. И вот, переходим. Вот толщина. Смотрите, какая. Носительно моей ладони. То есть, это несущая балка. Толщина лодки, конечно, поменьше. Где-то толщина в палец. Вот такая она. Вы видите, вот систему запирания двери. То есть, она с рукоятью. Все краны, которые связаны с воздухом, имеют голубой цвет. Красный цвет. Это газ, который связан с пожаротушением. Зеленый. Зеленый тоже. И еще другие есть краны. О них чуть попозже. Ну, я на самом деле про подробную лодку знаю мало. О, мы пропустили еще один интересный прибор. Радиацию. Здесь у нас представлены образцы аккумуляторов, которые находятся внутри. Их гораздо больше. То есть, они съемные. Чем-то напоминают большие батарейки. Их очень много. Внизу я на общей схеме покажу. И вот я хотел рассказать, что вот это за коробочка. Это я ранее такую не видел. И вот мне моряк подсказал, что это регенеративные установки. Где находятся специальные кассеты, которые очищают воздух. И ты, грубо говоря, можешь при задраивании отсека, если тебе по основным вот этим вот трубам не поступает воздух. Они вообще-то всегда работают. Всегда работают. Так это кто-то ходит и перезагружает постоянно. Я думаю, это как аварийно. Здесь находится кают-компания капитана. Вот здесь у нас буфетная, где для офицерского состава в кают-компании через вот это вот окошечко подавалось какие-то вкусные блюда. Здесь офицеры могли почитать книжки в ленинские уголки, посмотреть видео, попить чайку и поиграть в шахматы. А проживали они вот в таких вот кубриках, да, каютах двухместных. Вы видите аварийную систему освещения, то есть фонарики. Здесь у нас каюта врача. Находится система дозиметра. Несмотря на то, что подводная лодка не была атомной, она могла нести торпеды с атомным зарядом, поэтому обязательно находились приборы измерения радиации. А вот в этой вот черно-белой опасной двери находится изолятор, куда помещают тех, кто заболел или получил какие-то дозы. Их прямо вот герметизирует. Дверь такая основательная. Я не знаю зачем, но еще вот загерметизирована дверь туалета, да, то есть гальюн. Причем чем-то напоминает гальюн, который установлен на РЖД. Раньше был такой, да, с педалью сброса. Здесь в каждом отсеке есть набор пожаротушения. Я вот задавал вопрос, говорю, зачем топор-то, да, то есть топором перерубали горящие кабели. Есть система ремонта, пробоин. То есть вы видели такие у меня на плоту маленькие есть резиновые. А здесь, если получалась дырка, то есть, да, клин вбивался в эту дырку. Есть еще распорки и гидродомкраты. Маленькие и большие. То есть они в наклон упирались и от борта прижимали, до другого борта прижимали вот такие вот заплатки временные, да. То есть на нее еще можно было положить резину, которую она как вдавливалась в дырку для большей герметизации. Но даже вот такая установка реально сильно сокращает подачу воды. Лодка может за это время откачать воду в отсеке и всплыть на ремонт. Или выпустить через торпедный аппарат водолаза, который еще снаружи сможет отремонтировать лодку. Проходим дальше и попадаем в самое интересное место. Это место управления подводной лодкой. Здесь как раз идет выход наверх. Вот он. Сейчас я покажу. Ой, не видно. Там задрайная дверь, довольно мощная. И идет управление тремя двигателями. Положение курс. Положение компаса. Глубина в метрах. Глубиномеры. Станция поиска мин. Вот здесь находится непосредственно человек, который ведет контроль за балластом и запиранием различных дверей. Вот вы видите кингстоны, охлаждение компрессоров, шахты вентиляции, поддув цистерн главного балласта, аварийный водослив. То есть все здесь вот крутится, управляется. Есть тоже телефон, система связи. И вот идет управление. Вот коренограф. То есть лодка может у нас наклоняться еще в таком положении. И в таком. То есть два коренографа. Управление тремя двигателями. То есть видите, средний, малый. То есть оттягивается, двигается. И команда передается на управление. Прямо рядом поступает оперативная информация. Вот с рубка гидроакустика. То есть подводная лодка, она слышит под водой все. То есть посылая различные посылки активные. Вот эти вот. Где рисуется состояние предметов под водой. То есть нахождение рифов, глубин, плавающих предметов, поверхности плавающих. Но лодка не видит нахождение самолетов над водой. Здесь у нас штурманская рутка. Вот он сидит за картами, прокладывает маршрут. Магнитами прижал карту. У него вот здесь в наборе очень много разных карт. И он контролирует курс, чтобы лодка не отклонялась от маршрута. Причем стоит даже как у меня сейсмодатчики. То есть что-то они, видать, могут отслеживать. Какие-то вибрации. Вот стандартная карта, где проложена лоция. От мыса Орлов, Керский Толстый, до острова Маржовец. То есть вот примерно такие собственность ВМФ. Вот здесь значок. Карты с указаниями глубин, проходов. Сетка. И очень подробное даже описание островов. То есть морские карты, они вообще супер точные. Прибрежная территория. То есть неинтересно, что на берегу, да. А прибрежная территория очень хорошо прорисована. Рубка радиолокации. То есть идет прослушивание эфира, да. Плюс дополнительные антенны. Высокочастотных волн, низкочастотных волн. Идет секретная связь. Азбука Морза. То есть все-все-все. И часы, как у меня, у бабушки дома висят. Четвертый отсек аккумуляторный. Сейчас здесь находится... Здесь вот рубка радиосвязи. Вот какие радиостанции. Стоит связист. И здесь находится место аккумуляторов. Небольшая экспозиция. Что вот из личного имущества получал непосредственно каждый, кто находился на лодке. Камбуз. Вы видите, как питались. Рыбка в облах вяленой в консервных банках. Вода консервированная в банках. Кашки. И вот здесь вот как раз представлен индивидуальный аппарат на случай, если у тебя отсутствует воздух. То есть он тебе на, по-моему, минут 30, что ли, дает возможность подышать. Меньше, по-моему. У меня был в свое время. Дышать тяжело. Воздух нагревается. За счет окисления происходит процесс выделения воздуха. Что ж, идем в следующий отсек. Вот перед вами большой макет лодки. Мы зашли через торпедный аппарат. Прошли над аккумуляторными отсеками. Вот клини, которые я вам показывал. Штурманский отсек. Под ним еще три этажа. Технические отсеки. Вот так выглядит балластная система. Опять еще аккумуляторы. Вот камбуз, который я сейчас вам показывал. И мы отправляемся в следующий отсек. Это дизельный, электро. И еще будет вспомогательный отсек. Итак, машинный отсек. Здесь мы видим кучу-кучу всяких труб, манометров. И еще какая-то интересная такая центральная труба, магистральная вообще. Здесь было место механика. Моторист. Левый борт пробит. Моторист горит. Вот такой посредом я крутил фельдмец. И здесь мы видим огромных, должно быть наверняка два, дизельных мотора на шесть цилиндров. Это огнестойкий костюм на куче возгорания. Система воздухоочистки. Забор вот. Воздух здесь чем-то напоминает московское метро. С легким привкусом резины. Потому что очень много резиновых изделий, шлангов, труб. Наверняка он был немножко другой. Потому что везде стоят регенеративные установки. Они добавляли другой еще аромат. Такой теплого воздуха. И наверняка здесь очень было жарко. По характеристикам. Кто хочет поставить на паузу, почитает. Пятого отсека. А мы с вами летим дальше. В этом отсеке мы находимся в электрической установке. Здесь много всего интересного, непонятного. Все системы дублируются. Я заметил, что гидравлика дублируется еще ручной механика. И вот когда лодка входит в опасный район, дизель отключается. И включаются вот такие вот электромоторы. Их тоже два. Он как раз рассчитан на бесшумный ход лодки. То есть пока работает дизель, идет зарядка аккумуляторов. Дизель отключается. И можно работать непосредственно на электрическом моторе. Не знаю, какой запас хода был на аккумуляторах электрических. Но это давало возможность бесшумно идти к подводной лодке. Здесь есть комната, где можно помыться. Душевая. И переодеться. Система управления аккумуляторами. И аккумуляторный отсек имеет отдельную систему управления. Вот она. То есть вот самый малый, полный, средний, стоп, малый, назад. То есть вперед-назад. На два электромотора. А мы с вами переходим. Видите, какая толщина двери, чтобы выдержать давление. Два пальца с лишним. На каждой двери установлена спереди и сзади таблица сигнала. И взяв вот здесь какой-то металлический предмет. В整まず complementary сумме. Есть.